Меня зовут Желтова Елена Анатольевна, я начальник управления персоналом Аварийно-технического центра Госкорпорации «Росатом». Это одно из предприятий, которое входит в большую корпорацию «Росэнергоатом». Мы представляем аварийно-технический центр. Работа нашего предприятия направлена на предотвращение последствий в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с радиоактивным фактором. Это ядерная физика, это радиационная безопасность, мы ищем специалистов. Это то, что связано с IT-технологиями и с роботами, обслуживание робототехники. Именно наше предприятие. Вообще на предприятиях Госкорпорации «Росатом» мы входим в состав ядерно-оружейного комплекса. Достаточно много предприятий, в которых нуждаются специалисты именно политехнического, ну технических направлений. Это и инженеры, это и компьютерщики IT-технологии, это и радиационная безопасность, это и физики, и химики требуются. То есть достаточно разнообразные специальности, которые требуются для Госкорпорации «Росатом». Мы очень ждем молодых специалистов. Мы готовы принимать ребят на практику, чтобы они у нас проходили, смотрели, работали. И тогда наше предприятие и вообще «Атомный образ» будет развиваться хорошо. Силовые машины и Санкт-Петербургский политехнический университет уже давнее время взаимодействуют. И мы являемся партнерами по заключенному соглашению и по историческим моментам взаимодействия. Очень многие руководители нашей компании в свое время закончили политехнический университет. Мы активно привлекаем молодежь на работу к нам, в нашу компанию. Молодых специалистов и в том числе студентов, которые проходят у нас практику по нашей программе. Это программа длительной стажировки, которая дает возможность ребятам совмещать учебу и работу. И помогает ребятам осваивать практические навыки в рамках приобретенных теоретических знаний. Прежде всего мы ценим фундаментальную школу подготовки. Политех дает очень хорошие теоретические знания, которые востребованы всегда. и на производстве, и в технологическом управлении, где работают технологии, и в КБ. Поскольку КБ это прежде всего потенциал, это наука, это разработки. Политехнический университет дает базовые знания, которые позволяют ребятам осваиваться в нашей компании, и в работе проявлять их и приносить пользу нашей компании. Наиболее востребованы у нас сейчас специальности от этих новых машиностроения. Это паратурбинные, газотурбинные установки и двигатели, гидромашины, электрические машины, расчетчики. Это специалисты, которые помогают конструкторам при разработке нашей продукции. Это конструкторы в сфере электроприводов и систем возбуждения. Это то, что, скажем так, у нас компания сейчас наиболее востребована. Мы всегда рады работать со студентами, которые хотят развиваться, которые хотят заниматься наукой, которые хотят развиваться в профессии, построить свою карьеру в меру амбициозных, ну и, конечно, вовлеченных в производственный процесс. Энергомашиностроение – это очень серьезная сфера, это очень ответственная сфера. Мы работаем как на внутреннем рынке, так и с внешними контрактами. И, собственно говоря, компания «Силовые машины» в этой сфере является одним из лидеров и из лидеров Российской Федерации. Естественно, мы хотели бы привлекать к нам на работу самых лучших. Наша, так сказать, амплуа в области техники – это термоядерная энергетика, международный термоядерный реактор ИТР, который вот тут, в центре этого плаката. Это ускорители заряженных частиц, это лазеры, ну и всякие крупногабаритные ускорители, в основном циклические, для науки. Учитывая, что я сам закончил политехнический институт 53 года тому назад, и я патриот института, и наш институт в прошлом, и в значительной степени сегодня, в основном руководим представителями политехнического института. Сегодня у нас 6 заместителей, из 9 генерального директора и сам генеральный директор, выпускники политеха, из 20 докторов – 14 выпускники политеха, из 63 кандидатов наук – 34 выпускники политеха, из 8 аспирантов – 4 выпускники политеха, из молодых специалистов – 60 выпускники политеха, это примерно одна треть от всех молодых специалистов. 30% начальников отделов и начальников лаборатории – это тоже выпускники политеха. То есть сегодняшнее развитие института, его научное руководство определяется выпускниками политеха. Я 10 лет посещаю ярмарку вакансий, и это лучший метод, способ отбора студентов на практику, и дальше для работы по специальностям. Мы не очень жестко отбираем какие-то конкретные специальности, но внимательно и жестко смотрим на средний балл. Сегодня молодых людей мы берем со средним баллом выше 4, но к девушкам иногда поднимаем планку, потому что у нас их существенно меньше. В общем, наш опыт положительный. Студенты политеха, они быстрее осваиваются по сравнению с многими другими, с реальностями работы в науке, тем более, что мы не совсем академический научно-исследовательский институт, а мы институт проектный. У нас есть собственный завод. Наша задача – спроектировать установку, изготовить ее и отдать заказчику. И вот в этом плане, наверное, политехи, они самые подходящие. Здравствуйте, меня зовут Инесса Сдобнова. Я занимаюсь набором полевых инженеров в компанию «Шлюмберже», которая является мировым лидером среди сервисных нефтегазовых компаний. То есть мы помогаем добывающим компаниям разведывать и добывать нефтегаз. Мы берем выпускников всех технических специальностей на работу, на нашу стартовую позицию инженерное месторождение, а также мы берем студентов первого года магистратуры на летнюю практику и берем третий курсников на летнюю ознакомительную практику, чтобы они могли ознакомиться с нефтегазовой отраслью. Студенты политехнического университета традиционно демонстрируют довольно высокий уровень подготовки. Мы с удовольствием берем студентов, которые занимаются электрикой или механикой. Это очень хороший уровень. Как я уже говорила, нам подходят все технические специальности, то есть это и химическая технология, и машины, и оборудование, и связь, и электроника. Так что, в общем, технический специалист в любой области будет нами востребован. Главное, чтобы была хорошая техническая база. У нас очень много супостников политехнического университета. В основном это инженерно-строительный факультет, к нам приходят специалисты, и гидротехнический факультет. Гидротехнический факультет, это в основном, вот мы делали недавно, дамбу, там были эти специалисты. Также эти специалисты, многие переводятся в Мурманск, там четвертое управление у нас, занимаются гидротехническими сооружениями. Инженерно-строительный факультет, это общестрой, так как мы специализируемся по Минобороне. Это военные части, части военно-морского флота, восстанавливаем инфраструктуру и тому подобное. Да вообще, я сам выпускник политехнического, поэтому, да, специалисты, то есть политех, и у меня и сестра закончила политехнический, и вообще вся семья политехнический закончила. Поэтому я считаю, мое личное мнение, как бы это не такой, не своеобразный пиар, но политехнический единственный, по-моему, мне кажется, университет, где остались достаточно жесткие профессиональные преподаватели, которые именно реально учат людей, потому что многие университеты, вот, педагогический состав ослаб. Здесь жесткая политика, которая не дает расслабляться абитуриентам, и в итоге на выходе получаются достаточно хорошие специалисты. Это, значит, инженеры технического производственного отдела, отделы подготовки производства, кто занимается проектированием зданий и сооружений. Это могут быть даже и главные механики, то есть это есть такие мастера, начальники участков. Как правило, даже люди, имея высшее образование, да, они приходят к нам, мы, у нас стратегия такая, что мы, как правило, ставим их в основном на линию, для того, чтобы они получали практический опыт, и потом уже потихонечку мы перетягиваем их уже в производственно-технический отдел, и отдел подготовки производства, где, когда специалист, специалист, отработавший, допустим, год-полтора-два, в связи с тем, что у нас достаточно серьезная динамика работ в таком жестком режиме, то в обычном строительстве это занимает специалист, там, 3-4 года. У нас это полтора года, и потом человек может спокойно уже переходить на производство-техническую работу, либо в отдел подготовки производства, где, когда он берет чертеж, он четко понимает, о чем идет речь в этом чертеже, и какие ошибки были там допущены для того, чтобы исправить их быстро и пройти госэкспертизу в Министерстве оборудования. Мы очень давно уже работаем с политехническим университетом, практически со всеми факультетами, потому что наша фабрика крупная, у нас есть разные направления, как финансовые, управление персоналом, инженерная служба, служба производства, поэтому все факультеты нам интересны, и мы много чего можем предложить студентам политехнического университета. Да, действительно очень много выпускников и ребят студентов политехнического университета приходят к нам на стажировку, как на летнюю, так и на годовую профессиональную, и после остаются работать у нас в компании. Впечатления очень положительные, поэтому мы как минимум два раза в год сюда приезжаем за новыми кадрами и участвуем в ярмарках в Акайте, приезжаем сюда с лекциями, с мастер-классами для того, чтобы еще больше охватить аудиторию и больше ребят знали о таком работодателе, как мы. У нас есть два варианта взаимодействия со студентами. Это наша летняя стажировка Jump или годовая профессиональная стажировка Jump. Летняя, как правило, открыта по всем направлениям. Это где-то 15-20 студентов, которые к нам приходят каждое лето. Набор начинается в апреле месяце, и все вакансии вывешены на сайте Jump. То есть, как я перечислила, практически все факультеты. То есть это и финансы, и управление персоналом, и инженерная служба, и служба охраны труда окружающей среды, юристы, экологи, ну то есть различные направления. А сейчас у нас открыт набор на годовую профессиональную стажировку именно в инженерной службе. То есть туда мы ищем ребят-инженеров, связанные с машиностроением, либо со строительством, с коммуникациями. То есть вот инженерные специальности тоже по разным направлениям. И также всю информацию можно найти у нас на сайте. Мы будем очень рады видеть новых, свежих выпускников и студентов технического университета у нас в компании. И добро пожаловать! Субтитры создавал DimaTorzok